Сегодня уже 14 апреля 2020 года и мы будем с вами анализировать нашу контрольную работу. Запишите, пожалуйста, себе тему. Анализ контрольной работы по световым явлениям. Тема, которую мы изучали практически месяц, завершилась. И логичным завершением было написание как раз таки контрольной работы. Вы ее выполняли в режиме онлайн, в системе решиоге. Эту контрольную я составлял для вас сам, то есть я реально каждое задание сам формулировал и путем использования инструментов интерфейса как раз таки именно такие задания с вас и спрашивал. Сейчас давайте по всем 20 заданиям пройдемся и проанализируем, что у нас получилось, что не получилось, чтобы уже эта тема у нас точно отложилась в памяти, ведь задания по световым явлениям и оптике, разумеется, будут в итоговой контрольной работе за курс 9 класса физики. Напоминаю, что за эту работу у вас будет стоять две отметки. Одна за теоретическую часть и вторая за практическую, то есть отдельно за тест и отдельно за задачи. Но мы с вами сегодня разбираем ее всю. Если вы вдруг увидели в вашей контрольной работе одну отметку, не обращайте на это внимания, система просто их не разделяет, но я проверял вас в отдельности, потому что я каждую работу листал, смотрел и поставил две отметки. Одна отметка будет за 13-е, апреля вторая за 17-е, поэтому в дневнике.ру за такие даты их и смотрите. Ну что ж, поехали. Контрольная работа номер 3, световые явления и оптика. Вопрос номер 1. С какой скоростью распространяется свет в вакууме? Мы, когда с вами только начали изучать волновые явления, а напоминаю, что свет это волна, ну и карпускулы, разумеется, с точки зрения карпускулярно-волнового дуализма света, какой же из этих ответов был правильный? Ну, я с вас не раз спрашивал, чему равна в стандартном виде вот эта единица? 3 на 10 в восьмой степени метров в секунду. Но тут нужно было чем воспользоваться? У вас было 300 тысяч. 300 тысяч километров это тройка и рядом с ней еще 5 нулей. Чтобы перевести ее в метры, нужно у километра еще 3 нуля взять. Итого получилось бы 3 на 10 в восьмой степени метров в секунду. Соответственно, первый ответ являлся правильным. И практически все с этим заданием справились. Но умение переводить число в стандартный вид, разумеется, оно спрашивается и на экзамене по математике в девятом классе. Первый ответ был правильным. Вопрос номер 2. Показатель преломления стекла больше показателя преломления воды. При переходе из воды в стекло угол преломления. Что же произойдет с углом преломления? Мы такие задания с вами разбирали. Значит, каким станет угол? Значит, угол будет меньше угла падения. При переходе как раз таки из воды в стекло. Если бы наоборот, то мы бы еще подумали. А тут угол будет меньше. Вопрос номер 3. Примером дисперсии света может служить образование. Ну, определение дисперсии мы с вами проходили. И давайте пройдемся по всем вот таким ответам. Радужных пятен на поверхности лужи при попадании в нее бензина? Ну, нет, это разные совершенно жидкости. Темных пятен на солнце, наблюдаемых в телескоп? Ну, телескоп это не спектроскоп. Мы там не сможем вообще увидеть ничего. Разноцветные радуги, солнечный день при разбрызгивании воды на газонах. Вспоминайте сразу. Помните, картинка была в фонтанчик? В фонтане радужные очертания появлялись. Поэтому этот ответ будет правильный. Ну, разноцветные пятна на белом белье при стирке его цветным. Это совершенно из другой оперы. Здесь третий ответ был правильный. После прохождения белого света через красное стекло, свет становится красным. Это происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном... Мы про чистоту и скорость с вами говорили. И про то, что цветов у нас радуги 7. И что между ними из-за их скорости и чистоты есть разная степень поглощения. Один свет поглощает другой, поэтому происходят как раз-таки изменения. Поэтому здесь правильный ответ был второй. Идем дальше. Вопрос номер 5. Видимый свет какого цвета имеет наименьшую скорость в веществе? Имеет наименьшую скорость, но наибольшую частоту у нас только один цвет. И мы об этом тоже говорили. Им является как раз-таки фиолетовый цвет. Этот ответ был правильный. Задание номер 6. При каком расстоянии D предмета от собирающей линзы его изображение будет действительным, перевернутым и увеличенным? Ну то есть таким, каким оно должно быть. Если тетрадка у вас была перед глазами, я надеюсь, что так и было, то вы бы ее открыли и посмотрели на ось иксов, то есть что у нас по иксу указано. А там у нас указаны фокусные расстояния, количество фокусов. Значит D должно лежать в промежутке между одним и двумя фокусами. Вопрос номер 7. Какая линза, вогнутая или выпуклая, представляет собой собирающую линзу? Ну, это, наверное, один из самых первых уроков, когда мы с вами начали говорить о линзах. И когда мы об этом говорили, мы говорили, что только выпуклая линза является собирающей. Поэтому четвертый ответ правильный. Задание номер 8. Какое изображение предмета дает плоское зеркало? Помните картинку эту я на доске рисовал? Человечка, который отражается как раз таки в зеркале. Мы знаем, что расстояние будет точно такое же, как и находится предмет и такого же размера. Но единственное, оно будет являться мнимым, то есть ненастоящим. Оно будет в стекле. И в данном случае ответ был правильный. То есть нужно было вспомнить как раз таки тот момент, когда я на уроке об этом говорил. Задание номер 9. Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной длины, которые попадают в призму. И что же с ними происходит, когда они попадают в призму? Они вообще-то у нас движутся с разной скоростью. Правильный ответ был правильный. Задание номер 10. Основоположником корпускулярной теории света был. Значит, мы с вами, ученых различных, проходили, но только один из них, в принципе, этот человек, наверное, во всех разделах физики себя проявил. Это, разумеется, Исаак Ньютон. Идем дальше. Задание номер 11. Это задание уже проверяло вашу способность давать по определению термин. Отклонение световых лучей от прямолинейного распространения при прохождении узких щелей, малых отверстий и огибаний малых препятствий называется дифракцией. Явление дифракции вы могли наблюдать, когда выполняли домашнее задание. Помните, когда нужно было темную бумажку, на нее отверстие иголочкой наносить. То есть, это дифракция. Прозрачное однородное тело, ограниченное с двух сторон двумя сферическими поверхностями, определение очень легкое и, соответственно, легкий термин, потому что это линза. Совокупность светных полос, получающихся при прохождении светового луча через преломляющую среду, это, кстати, опыт Ньютона, напоминаю, и это называется интересным словом спектр. Кстати, многие из вас слово спектр с ошибкой написали, машина, ну, то есть сайт автоматом вам засчитал его как неправильный, но, разумеется, я сам прорешивал и сам проверял потом вас. Сорфографическая ошибка я тоже засчитывал. Если вдруг у вас стоит на балл ниже, не обращайте на это внимания, я поставил, как именно нужно было поставить. Задание номер 14. Установите соответствие между физическими явлениями и их природой. Задание типичное, и многие, кстати, ошиблись при выполнении этого задания, они считали, что каждой позиции нужно подобрать два варианта, но нет, каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго, то есть одну, ни в коем случае не две. Что же мы имеем в виду, когда говорим о свете? Что же сюда можно было подставить? Ну, электрические колебания, ну, не знаю, электромагнитные, механические или электромеханические колебания. Ну, звук под буковкой А. Ну, это вообще-то механические колебания, то есть циферка 3. А свет – это электромагнитные колебания, потому что про электромагнитную природу света мы с вами говорили. Правильный ответ – 3.2. Если у кого-то было только одно правильное, вы получили один балл из двух. Задание номер 15. Прочитайте перечень понятий, с которыми вы сталкивались в курсе физики 9 класса. Это то, что мы изучали в течение всего года. Но потом нужно было выбрать только те термины, которые относятся к теме световые явления и оптика, и без запятых просто написать вот эти цифры. Их могло быть разное количество. Ну, поехали. Диоп-3. Ну, когда мы изучали тему оптической силы линзы, мы говорили, что это единица измерения. Однозначно она входит. Равноускоренное движение – это вообще первая четверть сюда не относится. Энергия – это вторая четверть тоже не относится. Магнитная индукция – третья четверть не отсюда. А вот интерференция и преломление света – да, это из нашей темы. Соответственно, правильный ответ – 1,5,6. Если кто-то что-то лишнее сюда вставил, то тот один балл потерял. На этом закончился тест. И за тестовую работу, то есть за первые 15 вопросов, вы получите одну отметку. Теперь как же дело обстоит у нас с задачками? Ну, что касается задач, я так понимаю, что многие хотели схитрить и попробовать найти готовые решения. Но я оказался в этот раз хитрее. И сейчас скажу почему. Когда будем анализировать каждую задачку, я скажу каким образом. Есть задача номер 16. Или первая задача в контрольной работе именно по практике. Если луч падает на границу раздела двух прозрачных сред под углом 45 градусов, то угол преломления составляет 60 градусов. Определите по этим данным относительный показатель преломления. Напоминаю, что относительный показатель преломления равен отношению синусов соответствующих углов. То есть синус альфа, деленный на синус гамма. Как нужно было работать здесь? Ну, берем синус 45. Он равен корню из двух, деленному пополам. Если мы берем синус 60 градусов, то он равен корню из трех, деленному пополам. Когда мы с этими значениями начинаем работать, у нас корень из двух пополам. делится на корень из 3 пополам или корень из 2 на 2 умножить на 2 деленное на корень из 3 двойки у нас сократились и мы под общий корень записываем корень квадратный из 2 третьих чтобы извлечь корень квадратный из 2 третьих мы должны подобрать такое число которое ближе всего будет сюда подходить значит если мы просто 2 разделим на 3 мы получим с вами 0,66 то есть какое число при умножении само на себя нам даст 0,66 а это вообще-то 0,82 значит нужно было до сотых округлить вот этот ответ был правильный кстати не все справились с этим заданием а это одно из самых первых практических заданий которые мы решали когда начали изучать световые явления 17 легкая задачка определите фокусное расстояние тонкой линзы если оптическая сила линзы равна 5 диоптрий ну я в этом случае не стал здесь жестко очень подходить формула была простая d оптическая сила равна отношению единицы к фокусному расстоянию единица деленная на f или f равно единица деленная на d соответственно f у нас получилось когда мы единицу разделили бы на 5 0,2 ну не обязательно было считать считать именно в таких единицах можно было и в сантиметрах оба варианта я вам засчитал кто-то писал сантиметры, кто-то метры из-за того что в этой задачке не оговаривалось ну нет проблем я засчитал оба варианта задание номер 18 размер предмета составляет 3 сантиметра предмет находится на расстоянии 40 сантиметров от собирающей тонкой линзы определить размер изображения если известно что оптическая сила линзы составляет 4 диод 3 ответ дайте в метрах что здесь нужно было сделать ну опять таки воспользуется формулой фокусного расстояния затем формула которая учитывает расстояние от оптического центра линзы и изображения и изображением объекта и между центром и самим изображением когда вы все посчитаете у вас должно было получиться 0,05 теперь девятнадцатая задачка девятнадцатая задачка как раз таки она была направлена на работу с увеличением а формулу увеличения мы изучили с вами совсем недавно но эта задача была повышенного уровня я ее вставил специально для тех кто хочет пятерку и такие ребята у нас есть кто получил за обе работы пятерку значит свеча расположена на расстоянии 12,5 сантиметров от оптического центра тонкой линзы оптическая стила линзы составляет 10 диоптрий найдите увеличение которое дает линза я так понимаю что многие зашли в интернет вбили вот эту вот формулировку и получили свои законные 50 50 это f которое могло тут получиться но это еще не увеличение поэтому половину тут как раз таки потеряли два заветных балла ну что ж первое что мы должны были тут найти это фокусное расстояние оно равно 1 десятой или 10 сантиметров затем собственно нам необходимо было найти расстояние от оптического центра до изображения если бы мы преобразовали мы бы сказали что f равно произведение f на d деленное на d минус f или 50 как раз таки которые нашли но на этом свет клина вообще-то еще не сошелся потому что нам нужно увеличение а увеличение равно отношению расстояния от центра до изображения к расстоянию от объекта до оптического центра в итоге f деленное на d то есть 50 деленное на 12,5 будет 4 единицы лишь ответили на этот вопрос правильно ну и 20 задание оно было наверное одно из самых легких но систему C к сожалению не все почему-то жалуют значит 58 миллиметров нам необходимо было перевести в метры это аж 0,58 но формула простая f равно единице деленное на оптическую силу ответ нужно было округлить до сотых многие неправильно перевели миллиметры в метры не понимаем что в одном метре 1000 миллиметров к сожалению и поэтому здесь ошиблись но к сожалению я не смог засчитать этот ответ и многим ну отметка оказалась ниже по итогу значит 17,24 это правильный ответ таким образом общий результат 9 класса это твердое ну где-то 3,9 я бы сказал потому что есть разные результаты но я думаю что тему вы освоили домашнее задание значит выйдите еще раз на сайт в систему решуоген на сайт и посмотрите на свою контрольную работу где у вас были ошибки и сделайте самостоятельную работу над ошибками где-нибудь у себя в тетради или на листочке присылать ее мне не нужно будет для проверки это чисто для вас чтобы вы все усвоили у нас осталась еще одна тема которую нужно пройти в этом году мы с вами все успеем мы все сделаем на этом наш урок окончен спасибо за внимание много да и вместе и мы , и